И всем привет, с вами Влад Брэйн, и сегодня у нас обзор на F4F-3 Wildcat. По американским самолетам у нас еще вроде бы не было, нет, были несколько обзоров. Ну что ж, давайте приступим. Сначала я расскажу характеристики. То есть максимальная скорость 518 километров, он довольно маневренный, особенно горизонтален. Правда поднимается не очень хорошо, клингит. Ему до 3000 метров хорошо, а вот если выше, то уже не очень. Вооружен он четырьмя 12,7 миллиметров М2 Браунинг, у которых боезапас 1400 патронов. Ну по броне тут что сказать. Тут есть бронестекло 38 миллиметров, бронеспинка 8 миллиметров и 6 миллиметров. Ну что ж, сегодня я буду обозревать два боя на карте Берлин и на карте Ру. Ну что ж, поехали. И что ж, первый бой у нас карта Берлин. Давайте я немножко расскажу, как на нем играть. Геймплей. Как я уже сказал, выше 3000 метров нет смысла лететь. Потому что, во-первых, там он, ну, то есть он, а что во-первых, просто он начнет плохо управляться. А именно то, что двигатель будет слабым. Клингит он поэтому тоже не очень хорошо. То есть ему на низах, как советские самолеты, нужно находиться. В общем-то, на этом уровне вооружение более и менее. Есть еще одно преимущество, но я его практически не использовал. Это то, что у него очень высокий флаттер. Он может пикированием достичь 800 километров в час и не разваливаться. И может делать резкие маневры. Ну что ж, тут я захожу на Ил-2 и зажал гашетку. И его просто повредил, а дальше он упал. Врезался на дерево. Дальше в этом раунде я практически ничего не сделал. Поэтому уничтожил бомбардировщик, уничтожил Ил-2 и пошел в лобовую СУЕК-1Б. Ну что ж, маневренность тоже довольно хорошая. Даже очень хорошая для своего уровня. Конечно, покрутиться можно с яками, но не стоит лучше. Тут я начал уворачиваться от ПВО вражеской. Ну что я летел за бомбардировщиком, который садился на аэродром. Это был не основной аэродром. А на таких аэродромах, не помню, как они называются. Ну, которые находятся посередине карт. То есть не за базами. У них ПВО так себе. Я этим воспользовался и атаковал СБшку. Она, благо, меня не повредила своими турелями. Потом будет потом. Что ж. Самолет от компании Груман был сделан. Это палубник. Ещё его кидает в основном против немцев и советов. Ну, против немцев редко, а вот против советов очень много раз. Против японцев навряд ли вы попадёте. Если будет солянка, И то Там навряд ли будет много японцев. Да если бы они были, Они очень манёвренные. Можно уходить вот только пикированием. И они не смогут вас догнать, Потому что Флаттер 800 км в час. Там в следующем бою Я достигал почти 600 км в час. Но говорю, Эти 800 км в час Ну, практически бессмысленны. Они мне не нужны. Ну, вообще всем игрокам. Тут на меня напал СУ-2. Мы начали виражить. Но тут я заметил Ил... Ягд первый. Ну, Я бы с ним Не смог виражить. Сначала подумал, что у него БК нету. Но он тут меня Начал атаковать. Я услышал, что у него ещё есть 20-мм. Ну, звуками. По звукам. Я увернулся. СУ-2 Или Специально Или, не знаю, случайно Разбилась. И мне только помощь засчитала. Вот я тут захожу на огневую. Ягд первый улетал. И вот она разбилась. Я не знаю, или это специально она... Я начал обстреливать И получил помощь. Ну, хотя бы что-то. И тут вижу, как первый разворачивается И хочет идти в лобовую. И я зажимаю гашетку Убиваю пилота А он мне Крыло Оторвал. Ну что ж, перейдём к следующему бою. Ну что ж, вот следующий бой. И хотел бы рассказать немножечко историю. Хочу попробовать такое. Я один раз пробовал, но когда о Тигре рассказывал. Ну что ж, у нас сейчас бой против Германии. И тут очень отличный бой был. Сбил четыре самолёта. Ну что ж, давайте немножечко истории. Первая модель XF-4F-1 была спроектирована как B-Plan. Но, чтобы удовлетворить требованиям конкурса ВМС США на палубный истребитель Monoplan, компания Grumman изменила конструкцию, состав, прототип XF-4F-2. Из-за ряда недоработок XF-4F-2 не выиграла в конкурсе. И заказ получила конкурентная фирма Brewster, разработавшая F-2 Buffalo. Но F-4F была потенциал и модель отправили на доработку. Следующая модель смогла превзойти по основным характеристикам Buffalo. С другой стороны, новые модификации Buffalo не удовлетворяли требованиям флота. Поэтому в августе 1939 года Grumman получила заказ на выпуск первой серии F-4F Wildcat. На русском «Дикая кошка». Это, наверное, уже все знают. F-4F-3 представлял из себя одномоторный средний план цельнометаллической конструкции, вооруженный четырьмя 12,7 мм пулемета М2 Браунинг. Из-за недостаточной маневренности F-4 и F-3 проигрывала в боях на виражах японским истребителям. Поэтому пилоты предпочитали избегать подобных ситуаций, выходя из боя пикированием, пользуясь более высокой скоростью своих самолетов. В Wildcat был лишь один крупный недостаток. Система выпуска шасси. Кстати, в игре тоже это большой недостаток. Шасси очень-очень долго убирается. Когда я взлетал, вы это видели, наверное. Для того, чтобы выпустить или убрать шасси, пилот должен был 29 раз провернуть ручку механической лебедки, что было непросто, учитывая необходимость выравнивания самолета и слежения за набором высоты после взлета. Экспортировался в Грецию, Великобританию и Канаду. Все было построено 7251 F-4F в разных модификациях, из которых 285 это F-4 и F-3. Ну что ж, с историей мы закончили, так сказать, провели урок, а сейчас у нас бой. Ну что ж, я сейчас на высоте 2000 км лечу, но тут я отходила от компьютера во время боя и довольно далеко пролетела. Так что мы сейчас это все ускорим. Кстати, тут очень много будет моментов с тем, точнее все моменты, я все время убивал пилота. То есть я не поджигал. Ну было, что я там и поджег, и убил пилота. Один там момент. Ну что ж, мы видим тут два итальянца, один немец. Я сначала летел за немцем, но потом решил лететь за итальянцем. Вот тут один уже, как видите, скорость потерял. Я захожу, и вот пилота нет. Что ж, я захожу на второй. Он заходит на меня. Тут мы чуть долго крутились, потому что пилот врубался. Потеря управления была. Вот я крутился, это правда сейчас в повторах не видно. Я думал сначала это противник, потом увидел, что это британец. Повернул налево. И сзади самолет. Я разворачиваюсь. Тут уходит вправо. Я захожу на огневую. Правда, не попал, не рассчитал. Там было одно попадание, но, как видите, там что-то протекало. Или это вода, или это масло. Мне кажется, все-таки вода. Ну вот, я захожу на огневую, зажимаю гашетку. И вот, крыло оторвалось. Он горит. Пилот убит. Ну что ж, дальше я полетел за... Вроде бы за итальянцем. Г-50. Тут все дело ювелирненько, так сказать. Вот я лечу. Лечу. И лечу. Говорю сразу. То есть, скорость... Вот это минус. Ну, то есть, по... Прямой не уйти. Пикированием еще можно. Вот, как я вижу, тут уже вообще скорость G-50 потратил. Так сказать, вот вижу там Хуррикен. Хотел быстрее него забрать. Г-50. И тут я захожу на огневую. Я ждал, чтобы он поближе прилетел. И я зажал гашетку. И убил. Кстати, у меня все время, когда я играл на F4-F3, на всех F4-F, я всегда почти убивал пилота. То есть, 80% пилот убит. И все быстро. Я это все сделал за один боекомплект. То есть, у меня еще 700 патронов оставалось после этого уничтожения. Я уничтожил там несколько ПВ-шек. Наземки покрабил. Ну, а дальше там лоханулся чуть-чуть. Ну, что ж. Вот, я думал сначала Мессер хочет в лобовую зайти, но он меня или не заметил, или что. Тут я вижу, это Эмиль первый. А Эмиль первый такое бревно, я так скажу. Самое-самое-самое первое. Вот как Бруно Мессершмитт были такими бревнами. Я сначала думал, из-за их вооружения хороший самолет. Маневренный, но нет, маневренный. Вот, как вы видите, пилот убит. Это четвертый был фраг. И дальше я полетел за ПВО-шкой. Потому что там я сначала летел за Фуки-Вульфом, 200-ым. Он там далеко был. Сначала к нему, но он был на высоте 3300. Наши союзники его подсветили. Ну, и я не решился за ним лететь. Потому что после 3000 двигатель все уже, не может. Может, но тяжело ему. И вот я лечу. И вижу там Тайфун летит. Думаю, да зачем мне лететь. Если они легко его собьют. Там за ним боты уцепились. И вот тут сейчас будет скоро мобилент. Когда я крабил ПВО-шки. Вот я разворачиваюсь, лечу. Но тут уже такого интересного не будет. О, вот за СМ-кой летел. Но его сбили. Так что бессмысленно. Вот я захожу на ПВО. Она на меня разворачивается. Но я быстро ее уничтожаю. Тут вижу колонну из грузовиков. И минус крыло. Я даже не знаю, как я выжил. Когда уже приземлился. Так сказать. Вот я тут между деревьями упал. Все сломал себе. Тупо все черное было. Тут я даже не знаю, как самолет не взорвался. Потому что почти. То есть не почти, а всегда. Если хоть зацепляет дерево, то все. Ну что ж. С вами был Влад Брейн. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте, на какую технику дальше делайте обзоры. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.